так но сегодня как обещал исследуем токио начинаем от таких огромных ворот это ворота ведущие к храму мейдзи дзингу название обожаю и вот такая офигенная олеечка по которой почему-то все ходят слева и справа по центру не ходят может быть центр для императоров каких-нибудь красота сейчас вот так вот она будет прогуляться метров нам 300 400 и выходим храму погодка сегодня такси как видите но вроде как должно распердолиться ближе к дню деньскому ну я специально оставил такую говно погодку на токио чтобы завтра и послезавтра когда будет классная погодка мы с вами отлично провели последние два дня в полужопьях очень красивых полужопьях вам понравится обещаю так что да все четенько планируем как надо снял капсульный отель сегодня так что покажу вам сегодня что-то такое это стоило всего 24 доллара или евро но короче блин там типа 22300 это реально нормальная цена адекватно ну и там оставил как видите рюкзак потому что какой смысл потоки угонять рюкзаком ну или я мог опять же оставить его в любом coin locker и потому что они тут не на каждой станции но дохрена где но пока вот попадаются отели где можно спокойно бесплатно оставить багаж но до заселения это тоже очень удобно такие дела погнали начинаем этот чудо день итак храм мейдзин дзингу посвящен императору мейдзин и императрице секен это первая правящая черта современной японии 1852 1912 год да именно они заложили то как будет выглядеть современная япония направили политику на сближение с западом ну вот короче положили начало по японии который мы видим сейчас и вот в их честь этот храм был построен как и многие здания здесь японии во вторую мировую войну его размобили но он был установлен общими усилиями и самое что интересное я пока не вижу что будут где-то брали за это все билеты и деньги но углубляемся внутрь и смотрим так Продолжение следует... Ну, вот в целом и все. Он такой вот совсем небольшой. Но тут большой парк, можно по парку погулять. Сейчас пройдемся немножко. А так, да, типа, вот площадь, грубо говоря, можно подойти к самому, типа, главному, типа, месту храма. Там, как обычно, люди молятся, хлопают ладоши и кидают монетки. Там снимать видео нельзя, прям туда подходить. Ну и все. А дальше прохода нету, там ничего нету. Да, прикольно, золотые всякие штучки-дрючки, но по факту я видел уже поинтереснее храмы. То есть, наверное, если ты, дружочек, чисто в Токио тусишь, то да, сюда зайти стоит, потому что, ну, типа, ты в Камакуре не был, да, если ты в Камакуре не едешь. А, ну, мне сейчас, ну, храм, храм. Ничего суперинтересного. Ну, ладно. Идем через парк, дальше в другой парк, потом в третий парк. Паркуемся. Не знаю, что с ним, но походу он ебабок. Ха-ха, что думали я, шутил про парки? Ха-ха, нифига. Парк номер два. Называется Синзюку Гуэн, или как-то так. Точно не знаю. Просто большой парк, вроде как симпатичный должен быть, хотя пока обычная фигня. Ну, вы спросите Черкасов, а че ты, блядь, по паркам ходишь? Че, ненормальные места не смотришь? Ну, нормальные места здесь в Токио, это храмы, которые мне уже, честно, надоели. А я решил после всяких арабских стран, что я больше не буду смотреть все подряд, а буду смотреть только то, что мне интересно. И в храмы я сегодня не хочу ходить. Ну, вот в одном были уже. Ну, и всякие еще тут приколюхи в Токио, это уже вечерние приколюхи. Когда стемнеет. Ну, и мы по-любому на них поем, когда стемнеет. Но пока не стемнело, я не знаю, чем мне заняться, кроме того, что погулять по парку. Ну, попозже мы поедем с вами в сувенирчике смотреть, там, какую-то специальную сувенирную улицу. И, кстати, 500 йен стоит сюда вход этот парк. Это, блин, какой-то небесплатный дорогущий парк. Но можно оплатить суйкой. Это приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Следующее место, которое предположительно стоит посетить в Токио, это императорский дворец. Как ни странно, он располагается в самом центре Токио. И тут огромная территория, тоже с парком. Ну, и сам дворец вроде как открыт. Там странные часы работы у него, по крайней мере, судя по гуглу. Там что-то типа он работает утром, потом закрывается, потом опять открывается днем и так далее. Ну, вот я вроде как иду в 13.30, когда он должен открыться. Да, кстати, в прошлый храм реально был бесплатный вход, мне никто не взял денег. Это прям супер странно, мило, и здорово, и интересно. Поэтому, если хотите на что-то посмотреть и сэкономить, то обязательно можно завалиться туда. Ну, а мы сейчас попробуем завалиться в императорский дворец. Короче, тут все странно, ребята. Главные ворота не пустили. Написали идти в восточный ворот. Окей, пришли мы в восточные ворота, тут спокойно пускают. Здесь, я так понял, пускают только в сады. Восточные сады. Но бесплатно. Это прикольно. Ну, сейчас я тут обойду, посмотрю, что кого. Но мне кажется, что, конечно, сам дворец не пустит. Может быть, я не уверен, тут нужно заказывать какие-то туры заранее. Там что-то было, ну, типа надпись, что... Ну, на сегодня, типа, туров больше нету. Тра-ля-ля, что-то такое. Такая вот забава. Но еще очень меня позабавило, как они... Ну, охранники проверяют тебя. Это же там, виталовский дворец. Безопасность. То есть, они посмотрели мою поясную сумку. А то, что меня в карманах не проверили. То есть, написано, там нельзя оружие. Там еще чего-то. То есть, я мог спокойно в куртке пронести оружие. Они даже не металл, да так вот ничего. Просто заглянули в сумку. Как это весело. Так что, да, вот такая вот странная фигня. Идем по садам. Пока ничего интересного, просто деревья. Ну, если что, расскажу. Короче, да, ничего не понятно. Вот здесь еще разваленный замок Эда. Но это просто вот такая вот площадочка. С камнями и все. Лютое скукотище просто. И здесь нигде нельзя пойти в дворец. То есть, походу, если в него и можно, то это надо идти либо с юга, либо с запада. Но я не пойду сейчас несколько километров, чтобы просто в него зайти. Вот сейчас вообще никакого желания нет. Поэтому извините, друзья. Дворец не покажу. Ну, и вряд ли мы сюда успеем там какой-то другой день. Потому что поставшиеся двойня, я говорю, там забито. Все очень крутыми местами. Не в Токио. Так что, да, вот восточные сады, короче, полная хрень. Сюда точно не стоит ехать. Только если поваляться, блин, на травке. Все. Тут больше я нефиг делать. Ладно. Уже два. Скоро уже вечер. Вечером будет поинтереснее. Ну, а сейчас надо ехать уже на улицу сувениров. И покупать сувениры. Ну, и вот улица Накамизе Дори. Улица, где, ну, считается самая такая сувенирная улица, так сказать. Все говорят, что если хочешь купить сувениры, то надо фигачить сюда. Сейчас узнаем. Но выглядит она очень прикольно. Как будто квартал красных фонарей какой-то прям. Красных фонарей тут точно хватает. Ну, короче, это типа рынок. Типа местная опрашка. Туева куча всякой фигни. Ну, отлично, отлично. Вот тут всякая маленькая срань, которую прикольно можно будет купить. Она не может много занимать места в рюкзаке. И просто подарить всяким веселым ребятам и девчатам что-нибудь чуть того, чуть всего. Ух, нет у меня настроения, конечно, по магазинам ходить, но сегодня единственный день, когда я могу спокойно что-нибудь приобрести прикольного. Поэтому погнали. Так, а в конце улицы тут еще есть храм Сен-Садзи. Дача очень даже ничего. Миленький. Давайте вам расскажу мини лайфхаки, как тут покупать все, что покупается. Ну, на самом деле, тоже, опять же, практически все очевидно. Чем дальше от главной улицы, тем дешевле. Это точно. Ну, опять же, я как делал. Я захожу в магазы, смотрю, что мне нравится, запоминаю цену, иду дальше. И просто сравниваю цены. И потом возвращаюсь в те магазы, где самая нормальная цена, и там покупаю. Но в целом, чем дальше идешь, тем дешевле. То есть, можно сэкономить, там, 100 йен, а на какие-то вещи, там, даже 300-400 йен. Короче, накупил всякие фигни. Еще не все. Сейчас обратно пойду, еще докуплю. Всякой, ну, постарался мелочевки, да, чтобы везти было удобно всяких магнитиков, маленьких каких-то штучек, дрючек, шебуршучек. И себе купил кимоно. За 7500 йен. Можно найти за 5-6. Потому что у нас будет японская вечеринка в Питере. И кимоно мне понадобится, будет стильно. Так что, вот так вот, прикольное место, на самом деле. Такая местная опрашка, но здесь намного, как-то все милее, добрее, веселее. Никто к тебе не это, не подходит, не пристает. Типа, эй, братышка, а купи что-нибудь. Все тихо, мирно, чинно. Ну, если что народу, конечно, жопу езжу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Да, не дешево, но, блин, ради такого вида стоит переплатить. По факту переплачиваешь косарик и переднимаешься еще на 100 метров выше. К сожалению, как обычно, очень плохо сделаны стекла. Так что не сфоткит, не видео, не снять нормально, не представляется, возможно, немножко кривоваться получается. Да, и даже здесь достаточно много людей, что, конечно же, меня очень бесит. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Другой этаж отдельно на 440. Потому что, когда ты был на 440-ом, делать на 440-ом просто нечего. Другой этаж был DimaTorzok. Вот я сейчас спустился на 340-ом. Ну и что? Я тут уже не видел. Лучше бы сделали DimaTorzok, бы отдельно. Может быть, даже по ценнику было бы приятнее. Тут все всякие рейтики. Можно нажраться. Можно пожрать, нажраться, обожраться, зажраться В общем, все, что хотите Так вообще прикольно посмотреть на все это дело сверху Конечно, город просто огроменный Почти не как три Питера, а то и больше Ну, не зря он все-таки самый большой город в мире 35 миллионов человек Но это с агломерациями считается А где агломерации не считается, спрашиваю Я думаю, он везде Но можно найти эту статистику и без агломерации Когда хер знает он был первый Ну и вспоминаем, конечно же, дубайскую арку И, по-моему, еще где-то было в Риаде, по-моему, в Сатаскарави Это, конечно, стеклянный пол, даже без него Но здесь он что-то совсем маленький И тут такая очередь на него лютая Что-то прям даже противно Ну да, в целом, да, что В такие моменты нужно вспоминать моего друга Санька Потому что он жутко боится высоты И да, здесь бы ему, наверное, было бы очень неприятно Вот так, ребята, выглядит капсульный отель И это при том очень хороший капсульный отель Очень чистый и все такое Но судя по фоткам, я его намного хуже Вот моя капсула Тут просто кровать, подушка Там всякие USB-шки Сюда можно повесить куртку Но вообще у тебя есть ящичек Который ты можешь убрать все свое дело Душ и спа на пятом этаже Вот такая вот приколюха В целом я вообще проблем не вижу Но я вам завтра скажу, как я спать буду Я думаю, я спать буду отлично Если тут никто орать не будет Как мрази последние То вообще будет более чем зашибись 24 доллара Или евро Всем забываю Ну, сейчас не важно, да? То есть, ну, да, сколько сейчас там по курсу 2 300, 2 400 Прям кайф Недалеко от центра Вот такие вот нюанс Так, ребята, рассказываю, что произошло Оказывается, что друг моего друга Живет здесь в Японии уже больше 10 лет И мы с ним списались И договорились встретиться Поэтому сегодня у меня так прикольно Поменялись планы на вечер И мы с этим человеком пошли тусоваться Вот как раз то, что сейчас вы видели кадры Это еще один, ну, такой популярный очень район В Токио, где мы прогулялись Потом завалились как раз в суши Потому что я так и не поел суши И вот мы сидели Пили пиво, ели суши В общем, отлично провели время Суши, кстати, очень классные были Реально вкусные Сначала как-то они тебе кажутся обычными Но потом ты проникаешься как-то вкусом Понимаешь весь прикол И прямо тебя начинает переть Но опять же, он говорит, что сам давно таких хороших суши В Японии не ел Потому что сейчас они как-то хуже Но и ценник соответствующий Мы с ним оставили где-то по 6500 рублей На каждого Это, как вы понимаете, нифига не дешево Ну, по крайней мере, для Питера Ну, для Японии, для хорошего заедения Я думаю, это обычная цена Ничего такого Так что, да, блин, было клево Он мне порассказывал про Японию Тут уже более 10 лет Как-то, чего происходит Вот если мне будет не впадло Я вам завтра это расскажу Там какие-то, может быть, моментики прикольные Уделюсь тоже В общем, отличный вечерочек Я иду в свой капсульный отельчик Так, завтра встаем в 5 утра И едем в Кавагучико Смотреть на группу Дьяма Так что, это определенно будет весело И интересно, и красиво И это далеко не все, что мы будем там делать Там будет еще всякая экстремальная развлекуха Так что, кайфанем Кайфанем как надо А сейчас я с вами прощаюсь Увидимся в следующей серии С вами был ваш Немножко пьяный Навсегда веселый Добрый и заботливый Черкасов Покедос